Всем доброго времени суток. Меня зовут Горошко Сергей Александрович. Я историк. Уже долгие годы занимаюсь исследованием картографии, изучением материалов как Азовского, так и Черных морей, все, что связано с античностью. До этого работал в разных экспедициях, занимался немного преподавательской деятельностью. И так случилось, что в моей стране началась война, и мне пришлось покинуть мой дом. Но, тем не менее, я не оставил свои исследования, которыми бы я очень хотел поделиться с вами. Изучая древнегреческую картографию, я обнаружил некий прототип, то, из чего она возникла. Дело в том, что изучая все эти материалы, сопоставляя их, обнаруженные на сосудах, на каких-то древних картах, я понял и изучил метод, то, как работает сама картография, то, как она развивалась, ее процессы, то, как понимание людей. И я вам скажу, что оно значительно отличается от нашего с вами, современного. Дело в том, что древние цивилизации, кочевые народы, они отдухотворяли все. То есть, горы — это титаны, которые лежали и спали долгое время, периодически вздрагивали ото сна. Или же это реки, которые питали, давали жизнь, которым поклонялись. Как бы наша цивилизация, человечество, она очень интересно разбивалась, и это все отслеживается. До древнегреческого периода, как бы очень много моментов сейчас. Я так понимаю, что я первый здесь человек, который занялся такого рода исследованиями. И смог в своих исследованиях обнаружить некую протокультуру. Чем хотел бы с вами поделиться? Дело в том, что до греческого периода карт не существует. Хотя все материалы показывают на то, что по побережью Черного, Азовского морей, а также Средиземноморья велась очень плотная торговля. Как можно торговать, не зная, куда ты плывешь? По памяти тоже не вариант. Каждая река имела название. Но вы задумайтесь, почему реку называли именно женским названием? И почему именно мужским названием? Давайте мы с вами в дальнейшем это разберем в процессе еще. Мои исследования помогли поставить под сомнение ряд мировых исследований. Поставил под сомнение находки, скажем, мирового значения. В том числе Трою. Также поставил под сомнение правдивость истории о троянском коне. Что хотел бы я вам показать в своих исследованиях. Дело в том, что древние изображали реки таким очень интересным образом. Это я понял в своих исследованиях, изучил это. И проследил эту закономерность. Представьте себе, что древние картографы, они же, получается, и астрономы. И данный метод, мнемонический такой, то есть абстрактный, да, образный, он использовался не только как на звездах, да. То есть он также использовался еще и в картографии. Я попробую немножко промотать. У меня здесь не совсем как бы оперативка позволяет, слабенький компьютер. Давайте немножко дальше промотаем. Я вам покажу, как это все работает. Давайте вот с первого рисунка начнем. Вот смотрите. Это мы видим звездное небо. То есть могут меняться контуры, могут меняться звезды. Торостепенные звезды, они могут переходить в соседние фигуры. Это еще до разделения неба на фигуры. То есть так они были взаимозаменяемы. Но дело в том, что во всем этом есть одно «но». Есть геометрия. То есть геометрия относительно основных звезд, точек, она не меняется. И как бы ты ни крутил, ты можешь здесь приделать окинак, допустим. Хоть бубен ему в руки добавить, допустим. Но геометрически он будет расположен так же. То есть загнутая нога, в руках меч, допустим. Я видел такие варианты, что здесь, допустим, он в руках держал гидру. То есть там несколько змей таких вот, извивающихся. Но к гидре мы еще вернемся. А этот обычный классический древнегреческий вариант, как бы сосуда. Но мы видим, что здесь определенная геометрия. То есть он не стоит как-то там по-особому. Он геометрически выстроен. То есть это все геометрия. То есть относительно каких-то точек получается некий образ. Изучая материалы древнегреческие, я столкнулся с очень интересным моментом. Скажем, одна из находок, это группа миотида. Что-то я вам сейчас, может быть, здесь даже лучше будет видно где-то у меня. В Керчи проводились исследования. Так, это немножко не то. Это немножко не стоило. Минуточку я тогда это сверну. Так. Вот, пожалуйста. Вот такой сосуд, значит, фрагмент его точнее. Если присмотреться, то мы видим три фигуры. Некая девушка, мужчина сидящий на бочонке. И в непонятной, странной анатомической позе расположен вот такой вот дядечка с интересной бородой. И как раз вот он получается, если смотреть по последовательности, значит, мужчина, а женщина, мужчина. Я это рассмотрел вот таким вот образом. Может быть, вы скажете, что я немножко неправ. Так, так, так. Слушайте, я немножко сместил. Сейчас я это все найду. Тут куча всего фотографий. Материала очень много за эти годы образовалось. Да, вот он, пожалуйста. Мы видим с вами эту фигуру. То есть, если посмотреть, нога соответствует загиб, наклон тела вперед. Даже какая-то часть, по-моему, бороды там. Но это мне так показалось. Хотя вот посмотрите, видите, как очень интересны руки, да? То есть, идут. Одна рука снизу, вторая выше находится. Это балки. Плюс вот там загиб ноги. Кстати, вот что интересно. Они, допустим, не замеряли берцовую кость. Она определенного размера должна быть там. Вот, оно могло соответствовать, ну, могло бы совершенно анатомически по-другому находиться. Но загиб, он должен быть всегда. Допустим, если это колено впереди загибается, то оно должно загибаться впереди, даже хоть через 3 километра. Вот. Это, как бы, для них это, ну, не особо важно было. То есть, это было условности. Точка 1, точка 2, точка 3 и так далее. То есть, проводили линию, получали некую картину рек. Так, с этим, я думаю, понятно. Смотрим дальше. Две оставшиеся фигуры. Мы видим девушку. Значит, она, как бы, немножко приподняла ручку. Вот такой вот интересный пальчик у нее. Кстати, вот что интересно. Вот это место до, по-моему, даже середины 19 века в городе Мариуполе назывался Чёртов Палец. То есть, его периодически досыпали, пытались какую-то там бухту что-то сделать, что-то, какие-то отгрузочные моменты организовать. Но вы посмотрите, как оно очень интересно устроено. Город формировался по рекам. Если посмотреть, то есть, как бы, в некоторых местах город выходит за реку с той стороны, в некоторых, допустим, он просто упирается улицей в реку и дальше он идет. То есть, таким вот образом, как бы, сохранилась форма. Форма. Но что мы имеем? Смотрите, вот он получается вроде бы, как рука. Вот в этой части интересно тоже. Вот он, видите, как кисть. Мы тоже здесь вот видим эту кисть. Она есть. Вот он, этот пальчик. Вот интересный хвостик такой. Кстати, вот это вот тоже балка, но она тут немножко застроена. Вот этот фрагмент, он, как бы, да, как и здесь. Он и есть. Потом мы смотрим, вот видите, как река поворачивается. Раз, 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 поворот, поворот, поворот пошел. И вот здесь вот она, как бы, вниз уходит. Здесь вот то же самое, она вниз уходит. То есть, плюс вот интересные такие моменты. То есть, какой-то интересный овражек. То есть, вот это все соответствует своим местам. Ну, кстати, очень интересная вещь. Посмотрите, вот видите, вот мужчина, да, то есть, вот он вроде как очень похожий. Тут какие-то волосы у него, там форма лба, один в один. Видите, как интересно, да? Вот. И даже есть вот некая борода. То есть, вот это все повороты рек. То же самое и здесь. Вот, видите, тут даже какие-то подмышками моменты, там хвост, там дальше. Но это все интересно. Теперь посмотрите на что. О, я бы обратил с вами внимание такое. Их расположение, этих рек, этих балок относительно друг друга. Первое. Девушка у нас посередине, с пальчиком. И вот такой вот мужчина с бородой. Ну, вы скажите, это мое видение. Возможно. Возможно, как бы, ну, вы... Я, может, и не прав в чем-то, да? Вот, вы поправьте меня, если я не прав. А давайте теперь посмотрим на другой момент. Возьмем, к примеру, вот такой интересный сосуд. Скажем, ну, вы все его знаете. Вот такая интересная амфора, такая ручка. Вот это я, насколько я понимаю, культ Диониса. То есть, вот, обратите внимание, да? То есть, вот ножки, ручки, как бы, соответствуют. Ножки, а почему-то растянутые. То есть, он как-то больше напоминает по форме нарейки, да? Ну, это мне так кажется. Хорошо. Я предположил, что продолжение этого рисунка должен быть вот такой вот мужчина. Вот, с небольшой такой сопилкой, хвостиком. Вот. Я предположил, что должен быть вот такой вариант, скорее всего. И, ну, я считаю, что я был прав. То есть, я задал себе вопрос, где это место, если это реки? Давайте посмотрим теперь, где, на самом деле, это место находится. Так, у нас множество материала, в котором, знаете, как говорят, сам черт ногу сломит. Но, это важно. Это важно, и я вам это все докажу. Вот, смотрите, это у нас район Одессы. То есть, что мы видим? Мы видим вот такого вот мужчину с опилкой. Интересные вот такие вот штучки у него, видите, на шее. То есть, да, в данной ситуации, я так понимаю, что это какие-то или пороги, или просто вот берег, может быть, ниже находится. Ну, вот такие зубы как бы есть, да. Смотрите, очень интересно, у него хвостик. То есть, да, вот этот хвостик как бы тоже присутствует. Ноги, ноги, да, вот они раздваиваются. Вот здесь вот, кстати, я проводил, смотрел. Здесь действительно вот такая вот интересная вещь находится. Вот они, ноги, ноги, ноги. И у него вот такая вот какая-то, ну, не знаю, то ли, ну, какой-то или посох, или, может, какой-то элемент одежды. То есть, вот оно спереди находится. И видите, сделана ли шкура, или чем-то таким. То есть, вот это, скорее всего, что нижняя часть берега. То есть, как они это все знали, ну, мне сложно сказать. Очевидно, люди, которые там проживали, в этих местах, они могли очень хорошо знать эту всю территорию. То есть, вот это у нас идет первая фигура. Давайте теперь посмотрим следующую фигуру. И я думаю, что это будет тоже немало интересно, как бы. Вот, если вы посмотрите, вот это у нас сам город Одесса. Вот такая вот маленькая бухта. То есть, это то, что я посчитал. Здесь, скорее всего, даже если посмотреть, можно приблизительно прикинуть, сколько было раньше островов. То есть, здесь вот, по-моему, осталось один или два их даже. То есть, здесь я провел по балке, вывел, как бы, да. Кстати, здесь очень интересно. Здесь на первоначальном рисунке были вот очертания вот этих всех рек. А потом просто мастер их обрисовал и предпочел сказать, что это вот такое вот у него видение данной богини. А теперь посмотрите, видите, внимание, вот на вот эту, обратите внимание, вот на вот эту ручку. Вот, пожалуйста, вот она эта ручка. Амфора, да это всего лишь навсего загнутые вот такие вот балки. Дальше, ножка поворачивается, вот она ручка идет, как бы, интересно. Здесь вот даже, если посмотреть, она немножко, вот, земля отличается по цвету. Я не знаю, с чем это связано, может, какие-то геологические изменения. А вот он, кстати, поворот интересный. И если даже посмотреть там на следующую фигуру, вот это вот мужчина, мы к нему подойдем еще. Вот, фигурка как бы упирается в него. То есть, вроде фантазия какая-то, да. Но, как мне кажется, это не фантазия, это было просто представление того времени жителей, которые проживали на этой территории. Они себе эти реки представляли вот так. И давали каждой реке какое-то название. Смотрим дальше, что мы еще из этого хотели бы увидеть. Вот, к примеру, ну, может быть, это немножко покажется такое абстрактное. Вот, смотрите, интересный порог, борода такая интересная загнутая, да. То есть, вот есть тоже какой-то выступ. Я предположил, что вот это нос. Вот у него вот в руках какая-то интересная посудина. То есть, с такими вот угловатыми ручками, да. Если мы посмотрим, вот есть вот такие вот угловатые места у нас, как здесь и здесь. Дальше, ну, я предположил, что это ножка такая, как бы, да. А, вот, кстати, то, что предыдущая фигура, он неким таким вот посохом упирается в эту женщину. Кстати, вот в районе ноги она тоже касается. Если посмотреть здесь вот на рисунок, на орнамент, да, то есть, как бы, она повторяет полностью формы, сгиб, поворот и так далее. Вот это вот к нему примыкает фигура некого юноши, да. То есть, вот, у него там, допустим, если посмотреть, это здесь внешняя часть, допустим, здесь у него внутренняя часть. То есть, это все соответствует по балкам. Есть некий хвостик, ноги, кстати, в такой же позе расположены. И здесь, если посмотреть, вот здесь вот эта вот часть, она у него, как бы, выпирает немножечко. Вот, это у нас следующая балка. Давайте еще одну посмотрим. Я это закрою, для того, чтобы как-то немножко нагромождать это все. Ну, вот, у нас дальше следующая идет вот такая вот женщина. Вот у нее в руках две такие сопилочки. Если присмотреться по прическе, да, то есть, ну, понятно, что это можно предположить, что это вода, некая заводь была. Можно даже где-то в себя фантазиях увидеть некое очертание старого берега. Да, то есть, вот оно как бы есть, да. То есть, мы видим вот это вот. Некий юноша касается спины. То есть, вот она, интересный уступ. Но все бы ничего. Посмотрите на руки у нее. Видите, вот такие угловатые части, как бы, да. И такие вот, как бы, две сопилочки. А теперь смотрите, видите. Вот это у нас одна балочка угловатая. Вот она вторая угловатая. Ну, как бы, как и здесь треугольничками расположена. Вот одна сопилочка, вот вторая сопилочка. Возможно, фантазия, да. Давайте посмотрим следующую фантазию. Хорошо, так, смотрим. А вот это у нас очень интересно, на что я, в принципе, обратил внимание. Это показывает очень интересный факт. Дело в том, что, судя по всему, древние-то не совсем понимали, где север, где юг. И эта фигура, она на сосуде расположена в строгой последовательности. Хотя в жизни она повернута, если брать эту речку, она повернута на восток. Хотя, вы знаете, есть одно правило здесь. И это же не здесь, оно, в принципе, везде, на сосудах этого времени. Дело в том, что все фигуры абсолютно повернуты головой к морю. Почему? Скорее всего, есть некая философия жидкости. То есть, сосуд — это вода, а фигуры повернуты головой к воде. Ну, вот такой себе ориентир. Ты выбираешь себе, скажем, плывешь вдоль берега, выбираешь речку, поворачиваешь, то есть, да, там, отсчитал какую-то речку. И ты понимаешь, что тебе нужно доплыть до правой ноги его, до левой и так далее. То есть, ну, то есть, куда тебе нужно. Вот. Если посмотреть, то, как бы, вот здесь вот такая рука. Ну, то есть, это моя фантазия, я так сделал. Глубины и так далее. Ну, вот смотрите, очень интересные вещи. Вот здесь у него в задней его части вот такой интересный, ну, я бы его назвал бы фаллический такой символ, да. Здесь он, как бы, есть на этом рисунке. И в обоих случаях, если посмотреть, да, то есть, более ранний прототип и более поздний прототип, как бы, использованы одни и те же элементы, как бы, ну, некий канон. То есть, он существует, как мы видим. А теперь давайте посмотрим, как эти реки находились на данной территории. Если разложить все наши с вами исследования, то это выглядит вот так вот. То есть, первое, то, что у нас вот с угловатыми вещами такими, то есть, ножки и так далее. Девушка с интересной ручкой такой. Дионис, вот такой вот еще юноша к нему примкнул сзади. Девушка с флейта и юноша с рукой. То есть, фантазия, замечательная фантазия. Ну, а теперь расскажите, как один сосуд вот этот разместить вот на вот этой территории и просто, по-моему, обвести вот эти все контуры, да, то есть, реки так, чтобы они, скажем, ну, не в 90%, а в 80% сошлись полностью. Ну, мне кажется, это просто сделать невозможно. Давайте теперь дальше рассмотрим. Так, чтобы мы еще с вами рассмотрели. А, да, вот, пожалуйста, есть у нас очень интересный, значит, сосуд. Он был обнаружен, насколько я помню, в 78-м году в Бердянском кургане. Я здесь его, правда, не вижу. Да, вот, кстати, вот это он. Попробую его увеличить. Так, вот, смотрите. Видите, изображение девушки, юноши, вот такая вот девушка с неким каким-то, ну, кто бы сказал, зеркало. Ну, таких зеркал, в принципе, не было. Скорее всего, что некий сосуд. Хотя, вот, вы видите, у сосуда нет сверху ни горлышка, ничего. А мужчина вот с такой вот интересной палочкой. Рядом там еще один там мужчина. Вот, но я вам скажу, что в дальнейших, как бы, исследованиях, допустим, вот это дионисовый период времени. А тот, который более поздний, вот эта вся атрибутика диониса, она отсутствует. Ее нет. Но геометрия, вот эта вся, да, то есть расположение ног и так далее, оно все осталось. Вот. И я чем дальше, тем больше склоняюсь к тому, что все-таки Бердянский район, вот как бы район Бердянского кургана, если быть более точной, этой Тетровской балки, можно отнести все-таки к кремнам. Ну, хоть и Ортвиндейли утверждает, что он нашел кремны под Таганрогом, я же утверждаю, что он нашел Лерну. Вот. И в своих, в своей переписке с ним я ему это уже доказал, как бы, то есть это можно найти на моей страничке, вы это все увидите. Давайте теперь посмотрим сам сосуд. Вот. И что на нем немаловажное и интересное, как бы. Так, 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 давайте ближе, может быть, угу, не знаю, насколько он здесь лучше будет видно. Так, возможно, здесь что-то, ну, не хочется пропустить, я просто хотел бы показать, с чего это все начиналось. Совершенно случайно я обратил внимание на одну интересную вещь. Я изучал материалы Бердянского кургана, это, ну, это вот туда, в ту сторону, там, буквально недалеко совершенно. И обратил внимание на геометрию вот этого юноши. Вот. Юноша показался мне очень интересным, но даже не сколько на него я обратил внимание, а на вот такую вещь. То есть некая какая-то виноградная гроздь. Здесь вот четыре гроздь я отчитал, так, ну, то есть это я только-только с этого начинал. Вот. Она идет как продолжение некой руки у него. Я так предположил, что вот оно, продолжение руки, и вот она, скажем, вот эта гроздь, да. То есть я вижу, что некое земляное сооружение, вот очень интересная форма. Ну, я так предположил, что это все-таки культовое. И, скорее всего, что какой-то храм, ну, я не знаю, культа Дианисов. Дело в том, что первые вот эти вот все храмы, они были некие, ну, имели некую земляную форму. Вот. Конечно, вот такой очень удобно загонять скот, такой, да, то есть его там делить по всевозможным ячейкам. Ну, также это очень удобно, знаете, для чего? Когда приезжает новый поселенец, просто ломает стенку и достраивает еще один, как бы, вот такой лепесток, и селятся люди. То есть, ну, такое очень удобное оборонительное сооружение. Вот. Возможно, это какой-то имеет там фестивальный способ, там, мероприятие. Дело в том, что море, оно само по себе выдувает очень сильно. И, скажем, почва, она не сохраняет пришлую землю, да, допустим, и остается прежней. Вот поэтому такие очертания, заполнения, то есть если вот это все выбрана была земля, вот, да, то есть если на рисунке здесь видно, то здесь, естественно, будет немножко темнее почва. То есть вот такое, как бы, форма. Ну, давайте рассмотрим фигуру все-таки юноши, да. То есть есть у нас рука вот такая, которая вот очень интересно повернута. Естественно, головы не будет, потому что берег здесь размытый. То есть берег вымывает. Может, когда-то что-то здесь, ну, какие-то очертания они видели древние. У юноши в ноге торчит вот такая вот интересная зубчатая вещь. Я даже не знаю, что это, но я предположил, что это вот такая балка. То есть здесь она тоже есть. Нога анатомически прямо расположена. Значит, вот это вот, у него правая получается, нет, левая. Это тоже балочка вперед. Оно видно, что распахивается поля, но тем не менее балка сохранилась. Хорошо, ну, предположим, что это какая-то, ну, очередная моя фантазия. Давайте посмотрим еще, то есть доказательства в моей версии. Давайте мы это закроем. Я думаю, что начнем с чего-то следующего. Да, вот, наверное, будет вот это интересно для вас. Это следующий фрагмент. Возможно, качество не очень хорошее, но если посмотреть, значит, девушка держит в руках вот такое вот круглые формы. Назовем это сосуд. Я предполагаю, что это все-таки вот такая вот балка. Она как раз находится перед этой речкой, да. Вот. Ну, посмотрим, то есть что у нас есть. Ну, там две руки, допустим, две балки. Вот еще одна. Кстати, вот, если посмотреть, тут продолжение балки идет. Здесь еще, ну, я так думаю, что это ножка у нее. Вот она вот так вот поворачивает. Очень интересно. Здесь, кстати, смотрите, она вот тоже самое поворачивает. И юноша упирается к ней на горе. А теперь посмотрите на внутреннюю часть ноги юноши. Интересно, да? То есть такой выступ какой-то интересный. А вот теперь смотрите, видите, этот выступ. Четко расположен, то есть здесь не ошибешься. То есть это его внутренняя часть. То есть художник, который рисовал, он это все дорисовал снутри. Дальше. У него очень интересная вот здесь вот, ну, я бы назвал, ну, скажем так, третья нога, да? То есть вот, ну, или какая-то там деталь атрибутики его. Вот. То есть она здесь есть. Дальше еще одна нога. Если посмотреть, вот она у него в ту сторону повернута. Здесь, кстати, вот здесь вот, если присмотреться, речка тоже повернутая. Кроме всего этого, у него интересный плащ по форме, да? То есть вот этот плащ здесь, кстати, и есть. Вот. Это у нас культ Дионисов. Мы смотрим культ, ну, скажем, более поздний. Я его почему-то отношу, может быть, к началу христианства. Хотя, может быть, все-таки это Икар, да? Вот как одна из версий. Ну, хотя, вот, допустим, я не вижу там никаких божественных сандалий, да? Вот. Я вижу просто человека, который имеет крылья. То есть это уже некое представление божества. Как оно потом сформировалось в христианстве, там, и в других религиях. Ну, это уже, я считаю, что может быть немножко позже. Но, что мы имеем? Мы имеем у этой же девушки вот такой интересный сосуд. Может быть, щит такой, да, интересный. Вот такой интересный загиб. И, опять же, вот видите, вот такой интересный, как бы, зуб, да? То есть такое закругление. Она вот здесь у него есть. Но, кстати, очень интересно. У него ниже свисает тут еще какой-то, ну, не знаю, предмет непонятный. То есть, может быть, это часть одеяния. То есть, в данном случае я вижу, что это продолжение балки, да? То есть, вот она идет нога. И вот она идет продолжение балки. Ну, опять же, мы видим здесь третью ногу. То есть, да, то есть, никуда она у нас не делась. Она у нас осталась. Вот плащ у нас просто заменили на крылья. Ну, вот они, эти крылья. Вот она, эта ножка. То есть, как бы, да, то есть, все, соответственно, все честно. Да, и в руках у него, вот, интересно, тоже, вот такой, как полумесяца предмет. Вот, я так считаю, что это, ну, тоже какой-то, ну, не знаю, дар преподносит девушке и так далее. Ну, давайте теперь посмотрим еще что-нибудь из этой же серии, что может показаться довольно-таки интересно. Если честно, я, как бы, к этому всему не готовился и просто даже, как бы, не задумывался. Я просто установил программу, которая мне сейчас позволяет с вами немножечко общаться. Вот, давайте, может быть, здесь лучше будет понятно. Кстати, даже не очень лучше. Это их порядок размещения, то есть, вот, в данном случае юноша находится у нас где-то здесь. Вот, девушка, вот она, получается. Юноша вот здесь и еще один вот здесь. Ну, это не совсем то, что бы я хотел показать. Я не совсем понимаю, просто, куда я все делал здесь. Это все то же самое. Так, 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 так. Ну, может быть, нет, это не оно. Ну, я там покажу, если что, у меня на моей страничке в соцсетях есть этот материал. Там он более интересный, как бы. Вот. А теперь давайте, знаете, к чему мы с вами обратимся. То, что я вам говорил. Я засомневался в правдивости истории о троянском коне. Возможно, может быть, немножко рано я вам это все рассказал, да. Но это заключается в чем? Если вы помните, то есть, у нас наши древние художники, они же картографы, они же астрономы, рисовали, скажем, фигуры, реки, там, в виде неких фигур, таких условных, мнемонических, допустим. Назовем их так. Давайте я немножко промотаю дальше. Вот. Хорошо. А теперь давайте разберем, что вообще из себя представляет троянский конь. Ну, все знают, что это некое деревянное сооружение, вот, внутри которого были размещены ахейцы. Вот, и когда корабли уплыли, вот, троянцы посчитали, что закончилась их многострадальная десятилетняя война, вот, и осады города. Вот, представьте себе, какого размера должен быть город, чтобы 10 лет выдержал осаду. То есть, это должен быть очень большой город. Ну, мы к этому вернемся. Вот, и теперь, значит, некое деревянное сооружение, да, то есть, вот, в виде, давайте я открою, может быть, получше будет. Значит, что мы видим, ну, куча всяких человечков, вот, там, мечи, сабли, там, какие-то, вот, они готовы сражаться, там, захватывать здание, как бы, там, да, грабить, там, защищать свои какие-то, может, там, права, не знаю, ну, назовем это какие-то условности, то есть, и так далее, да. Ну, там, освобождать, там, Елену, хотя, вот, допустим, там, Геродот, он пишет, что была украдена не Елена, а только ее тень, то есть, Елены там не было. Ну, скорее всего, что, все-таки, была некая борьба за один из торговых путей, вот. Хорошо, ну, если это у нас Троянский конь, он деревянный, да, то есть, его закатили, он там на колесах каких-то, хорошо. Хорошо, а кто вам сказал, что он деревянный, вообще-то, ну, как же все средневековые, там, поэты, там, античности, средневековые, там, историки пишут об этом. Хорошо, если он деревянный, тогда что это? То есть, один и тот же юноша, да, то есть, там, назовем мужчина, такая же интересная у него, такой головной убор, да, то есть, такой же круглой формы щит. Вот, кстати, обратите внимание, у него такая же приподнятая нога, сверху такой же сидит юноша, ну, может быть, просто рисовали немножко по-другому. Он здесь тоже сидит. Конь, конь, замечательно. Один всадник, один всадник, перед ним стоит, значит, такой воин с приподнятой ногой, и здесь с приподнятой ногой, замечательно. Смотрим дальше, мы видим такого же всадника, в одной и той же, кстати, одежде, ничего не поменялось, вот, единственное, просто здесь поменялась нога и расположение, как бы. А если посмотреть, вот, воин с круглым щитом, все равно, поднятая здесь нога, поднятая там нога, ну, неважно. Вот, стоит одной ногой на поверженном человеке, да, то есть, вот, у него полумесяцом нога такая размещена, вот. Хорошо, если это троянский конь, и в нем куча людей, да, то есть, размещена, то где здесь тоже куча людей? Хорошо, куда их туда, разве что сзади запихнуть? Вот, хорошо, ну, это вот такое вот у нас уже несоответствие. Вот, а особенно если представить, что в средневековье люди, которые посещали земли Трои, они говорили так, что Трои назывались не только земли, не только сам город, но еще и земли назывались. И не все знают, что земли назывались Троянским конем. И я вам это докажу. Кто же тот необычный у нас мужчина с приподнятой ногой? Если вы присмотритесь, то во всех случаях с приподнятой ногой, да, то есть, если мы посмотрим, это у нас, оказывается, Посейдон. Что же мы знаем о Посейдоне? Он у нас, значит, укоротил коня, впервые подарил его Диаскурам. Вот, символ его конь превращался в коня, гонялся за кобылицами. За некую провинность его определили на строительство города Трои, где он с Аполлоном очень долгое время отрабатывал, подымал камни, выкладывал их на берегу. Ну, как бы, его отец Кронос, или Крон, его мать Рея. Крон также периодически превращался в коня, гонялся за кобылицами. Ну, что же мы знаем еще о Посейдоне? Минуточку, я сейчас еще просто найду материал. Материала действительно очень много, все в голове не удержишь. То есть, это работа не одного дня. Значит, Посейдон, бог моря, землетрясений, древнегреческой мифологии, как его только не называли. Второй сын Кроноса, Рея, брат Зевса, обратите внимание, Герой, Диметрий, Гестий и Аида. Ну, то есть, символ конь, понятно. Но его также еще называли Посейон, то есть, некая биотическая форма. Потидайн, откуда город Потидея. Или Потидаон. Ну, то есть, там как произносят. Но дело в том, что, если это у нас Посейдон, да, почему, допустим, у нас не может быть реки, допустим, Посейдон. Река Жиждон существует. Есть Архон, Дон, Дейдон, Донны, Посейдон, как бы, то есть, северский Донец. То есть, хорошо, если мы предположим, что это река, то где же она находилась? Изучая различные изображения на сосудах этого периода времени, ну, можно так сказать, что случайно нашел материал, связанный с первичной картографией. А еще, если быть более точной, ее некую условную форму переходную. Дело в том, что мастер Необид, который создавал эти сосуды, да, вот, он, ну, их всего там, по-моему, выпустил несколько штук, и все они практически хранятся в музее в Лувре. Ну, не знаю, как-то их датируют пятым веком до нашей эры. Я бы, конечно, немножко датировал чуть постарше. Вот, какие-то есть материалы позже, потому что они все-таки отличаются. Есть примитивное письмо условное какое-то, и есть с детализацией. То есть, это же, эти же божества берется с условной, то есть, и делается некая детализация. Хорошо. Если это у нас река, то где же она находилась? Очень интересно. Кстати, вот это вот, если мы сейчас увеличим, вот это мастер Необид. Это то, что находится в Лувре сейчас. Мы видим вот Посейдона с приподнятой ногой, с одной, того же самого всадника, с конем. Кстати, очень интересные ножки у него, видите, так снизу расположены. У Посейдона в нижней части расположен вот такой вот некий условный рельеф, вот, то же самое мы видим, что такой же подобный рельеф находится снизу у коня. Теперь давайте посмотрим, где же у нас находился Посейдон. А вот, пожалуйста, смотрите, почему именно такое размещение? Я вам расскажу. Здесь есть маленький секрет. То есть, в первом случае, Посейдон — это река, а Посейон — это его принцип размещения. То есть, Посейон. Дело в том, что при разделе земли богами, кстати, очень интересные боги, которые делили землю, ему досталось море. Но многие не учитывают один момент. Посейдон был женат на земле, в настоящее время женат на море. То есть, логично, что земля уходит, море приходит, то есть наступает наоборот. Ну, естественно, там где-то сбоку должен быть некий троянский конь. Вот смотрим, видите, условный рельеф. Вот это продолжение реки. Вот здесь мы видим закругление. То есть, вот оно у нас, это закругление в форме полумесяца. В некоторых случаях это изображен некий юноша, который в форме полумесяца лежит в ногах у Посейдона. Вот такой вот интересный отрок есть. Ну, я тут хотел стрелочкой обозначить, как бы я не стал. А вот в более поздней форме это изображали вот таким вот образом потом уже дельфина. То есть, вот насколько фантазия развивалась. То есть, ну, понятно, что это Посейдон. То есть, это его канон, это его классическое изображение. И здесь ничего не поделаешь. Вот сошелся рельеф, то есть, общее представление древнего человека о том, что реки боги, да. И сошелся некий условный рельеф, который мы почему-то до этого времени считали, что он условный. На самом деле он, оказывается, существует. Хорошо. Но кто нам это подтвердит, что он является на самом деле Посейдоном? Я думаю, что все-таки, наверное, его родственники. Так. Кто же у нас был родственниками Посейдона? Да, пожалуйста, брат Зевса. Если посмотреть, то по всем канонам, да, то есть, вот здесь, даже если прочитать, это Зевс написано. Громовержец, там, молнии металл и так далее. Теперь посмотрите его расположение. Вот, пожалуйста, рука. В этой части у него свисает некая, как плащ. А вы теперь посмотрите на геометрию. Одна нога вперед. То есть, да, пожалуйста, вот она, эта нога вперед. Дальше мы видим вторую загнутую ногу и ступня, которая идет вниз. Вот, пожалуйста, загнутая нога, ступня вниз. Ну, кому нужно будет, допустим, посмотреть на более крупных рисунках, они смогут это сделать на моей страничке. А как же изображался Посейдон в этот более ранний период времени? Обратите внимание, у него два хвоста. То есть, один хвост, второй хвост. Один хвост, второй хвост. Замечательно. То есть, Посейон. То есть, вот этот жест означает Посейон. Был женат на земле, в настоящее время женат на море. То есть, это принцип разделения. То есть, часть на земле, часть на море. Все честно, все соответствует. Также там мы знаем, что сошелся условный рельеф. И вот такая вот интересная там у нас голова коня. Но мы к ней еще подойдем. Хорошо. Как же изображается на следующем сосуде? Значит, у нас Зевс. Вот, пожалуйста, тот же Зевс. В первом варианте вот это у нас там плащ такой как бы свисает. Я там уже показывал. Если посмотреть, то вот оно здесь. То здесь мы видим в спине некая стрела. На самом деле, это озеро, с которого вытекает вода. Кстати, тоже так же само повернутые ноги. Вот ступню, видите, вниз. Вперед нога одна. Дело в том, что вот это некий канон. Изображение, которое не менялось долгие годы. Потом начали они со временем уже сами греки начали уже там фантазировать. То есть, я беру некую протокультуру, которая существовала еще до греков на этой территории. У Зевса был сын. Здесь, если присмотреться со спутника, вот такое закругление балки. То есть, это его сын, тут лук. Здесь куча фрагментов, куча элементов. То есть, вот это все можно увидеть со спутника. Они там просматриваются. Там некие зубцы и так далее. Шеи, естественно, голову смыло, потому что время уже пришло приличное. Хорошо. Но, как это доказать, что действительно ли это река? Дело в том, что я вам расскажу очень интересную вещь. Посейдон каждый 19 лет на Серебряной Стреле посещал страну Гиперборею. Это, в первую очередь, связано с приливами и отливами. То есть, если хотите более подробно это узнать, вы можете посмотреть на моей страничке. Но дело в том, что оптимальное соотношение приливов и отливов бывает только раз в 19 лет. И по этой причине Аполлон мог посещать страну Гиперборею. А Серебряной Стрелой обозначалось направление движения течения вплоть до, по-моему, 19 века середины. На картах вы это можете найти, вы это увидите. Серебро, естественно, это символ воды. Ну, давайте дальше рассмотрим. Вот. Ну, теперь мы понимаем, как бы, в принципе, это логично, что это у нас Посейдон, Посейонда и его брат Зевс. Хорошо. Ну, дело в том, что этого нам мало. Кто же еще может подтвердить нам, что это Посейдон? Ну, я думаю, все-таки, скорее всего, его родственники. И, возможно, его отец. Если мы помним предыдущий, я говорил, что Кронос тоже превращался в коня. Хорошо. Если Кронос превращался в коня, то должно быть и объяснение тому, что всех детей Рей проглатывал Кронос. Вот. А это мой объяснение очень простое. Это тоже река. Рея впадала в Кроноса. И по этой причине Кронос проглатывал детей. И все реки впадают в море. И по неким верованиям, скорее всего, того времени, они размещались вдоль реки. Ну, и занимали свое какое-то положение. Вот. Если присмотреться, вот здесь вот у Кроноса вытекает некая, ну, даже вот кровь. Он лежит, умирает, в спине торчит стрела. Кстати, очень интересные формы. То здесь у Кроноса тоже вытекают какая-то интересная жидкость, да. В спине торчит стрела. То есть, это ручей, вытекающий с некого небольшого озера. И, кстати, очень интересный хвостовик этой стрелы. Один в один, если увеличить, там, он соответствует форме вот этого водохранилища. Ниже же расположена богиня Рея. Вот она у него, ручка отходит в сторону, да. Вот. Очень интересные детали. То есть, головной убор соответствует. Естественно, она впадает в Кроноса. Ручка в стороне. Вот она загибается. Следующая речка. Вот это вот холмы, да. То есть, они полностью повторяют вот эту вот всю форму. Ну, и, как бы, смотрите. Очень интересные геометрические загибы, да. То есть, вот они здесь соответствуют один в один. Но, кроме всего этого, если присмотреться, вот здесь вот речка раздваивается на две части. То есть, это две ноги. Они тоже раздваиваются. Следовательно, это у нас богиня Рея. А это у нас Кронос, который превращался, естественно, в коня. Ну, а то, что касается источника, который был выбит трезубцем, а землю горячий источник, да, из которого, по легенде, кстати, страна Гиперборея. То есть, да, может быть, мы немножко не совсем касаемся. Но в центре данной страны был горячий источник. То есть, я связываю это все-таки с богиней Рея, Гиперборея. То есть, и никаким образом это не связано, мне кажется, с северным ветром. Вряд ли греки плавали на северный полюс. Ну, это то, что у нас касается Кроноса и богини Рея. То есть, естественно, что у нас получается, почему у нас Посейдон выбил горячий источник, и он, в принципе, берет свое начало от горячего источника. Это даже у Геродота, там где-то написано. Значит, горячий источник Рея берет начало с горячего источника, впадает в Кроноса. Кронос, естественно, впадает в Посейдона. Вот. А что касается Троянского коня, и вообще, что это такое, кстати, очень интересно. Да, ну, давайте посмотрим. Если присмотреться, то у Посейдона действительно находится с его правой стороны, там, да, с правой стороны, некое необычное сооружение. Такое, может быть, геологический провал в земле, может быть, это было сделано более ранними народами. Вот. Если посмотреть, вот, ну, что-то напоминает по форме даже какие-то валы, там, ну, там, у кого какая фантазия. Вот. Но если присмотреться, это действительно по форме, как голова коня, да, то есть, вот, обратите внимание, там на рисунке мы видели изображение Посейдона с конем. Голова повернута действительно в сторону Посейдона, если посмотреть. Видите, да, то есть, вот, я ее обвел, ну, чтобы для лучшего понимания было. Вот так вот приблизительно, ну, если брать с бронзового века до середины, кстати, прошлого века, такие вот, это геометрическая форма была размещена, как на, скажем, конек на избу ставили, да, или же галеры, вот, передняя часть галеры, кстати, вот один в один такие делали головы. Вот, то есть, это у нас некая голова троянского коня, то есть, вы можете, кто как фантазирует, но в данном случае есть слишком много совпадений. Хорошо, но не все знают, что, хорошо, предположим, что это Троя, да, то есть, Посейдон строил Трою, Аполлон размещен рядом, вот, следовательно, где-то внутри коня должна быть Троя. Но мы знаем одно, что Троя находилась на берегу моря между двух рек. Вот, в городе Троя находилось, значит, насколько я помню, двое ворот. Почему двое? Дело в том, что в описаниях во многих, да, присутствует именно двое ворот. Вот, однажды, как-то там, молодой Троил, да, выехал из города в поле, вдоль реки, решил прогулять своего коня на колеснице, там, он долгое время катался, после чего конь устал, и он решил подъехать к колодцу, напоить коня. Естественно, вышел Ахилл и начал за ним, там, гоняться на своем коне, в результате чего потрогал там, вот, Прям, да, погиб. Но в это время, как бы, на вторых воротах Прям сидел на второй башне, то есть, они назывались Скейтскими воротами. И Прям, как бы, он в это время, ну, как бы, он занял тем, что смотрел стан ахейцев, вот, которые располагались на берегу. Ну, почему, в принципе, ахейцы сразу не взяли город? Город был большим. По описанию Геродота, это было около тысячи кораблей, вот, ну, сколько на себя мог разместить такой корабль небольшой? Ну, 30, от силы 40 человек. То есть, мы имеем где-то 30-тысячную армию, которая держала в осаде целый город. Ну, мне вам мало верится в том, что Шлимановский, допустим, город, который он нашел, по-моему, насколько я помню, 120 на 120 метров, 10 лет могли в осаде держать 30 тысяч ахейцев, да, то есть, ну, это что-то такое, фантазия такая, очень интересная у человека. Хорошо. Давайте же посмотрим, что такое, на самом деле, троянский конь. То есть, мы помним, что у нас, у посей дона нашего, внизу сошелся условный рельеф, вот такой вот, вот он у нас, видите? Он потом перешел в дельфина, которого стали рисовать. Во втором варианте мы видим, что это некий поверженный юноша, мужчина в форме полумесяца. Вот он у нас, поверженный мужчина в форме полумесяца. Две ножки, одна приподнятная, вторая прямая, то же самое здесь приподнятая, прямая. Все честно, все логично. Хорошо, мы видим голову троянского коня, то есть, видите ее, да? Я ее тоже вот здесь вижу, как бы. А вот, пожалуйста, наша голова, то, что мы с вами смотрели, да? И здесь, кстати, очень интересные два варианта. То есть, вот у него скачущий конь, вот, то есть, это вот такие два оврашка, там, две балки, то есть, вот, пожалуйста, у нас две ноги, которые идут вниз. То есть, это две реки, разделяющиеся. Но, дело в том, что здесь они изображены вот так вот, две ноги, да? То есть, они перешли в рельеф местности. Кстати, вот это очень интересный рельеф местности. То есть, вот так введем. Кстати, вот он соответствует полностью здесь всему. Даже, вот, видите, там хвост вылез какой-то. Ну, это тут мое представление. Локоть, вот, пожалуйста, рука. За усы берет, кстати, вот это очень интересно. Дальше. Давайте я сейчас вам просто покажу оригиналь. Немножко стал заговариваться, уже просто горло побаливает. Так, вот, пожалуйста, троянский конь. А вот у нас две ножки, которые находятся внизу. То есть, мы помним, да, там две ноги, как бы, были под ним. В нашем варианте. То есть, здесь они просто добавили человека с двумя ногами. Там же они в нашей картографии добавили ноги. Это, вот, это более поздний вариант изображения. Это то, что изображал мастер Ниабид, пятый век. То, что мы с вами видели в троянском коне. Ну, то есть, это можно отнести приблизительно, я бы даже сказал, тринадцатый, наверное, вряд ли. Отнес бы, наверное, все-таки к четырнадцатому или же к пятнадцатому веку до нашей эры. Потому что в тринадцатом веке была война, как бы, и никто, я не думаю, что там особо это все делал. Так, как бы, хотя, все, все возможно. Так, давайте мы с вами дальше посмотрим, что такое у нас с вами троянский конь. То есть, вот это мы помним и голова у нас повернутая к Посейдону. То есть, ни направо, ни налево, ни к морю, а именно к Посейдону. Хорошо. Если у нас это троянский конь, да, то есть, земли трои, что у нас, как бы, считается, у нас сошелся один рельеф, второй рельеф, третий, четвертый, там, пятый, десятый. То есть, совпадений просто так не бывает. Вы идите в любой двор и сделайте вот эти все совпадения с троянским конем, там, с щитами совсем, как бы, или там, юношу какого-то прикопайте. То есть, ну, вы сами понимаете, как бы, совпадения просто может не быть. Хорошо. Что же мы знаем о Трои? Город Троя строил Посейдону, то есть, замечательно. Хорошо. Он подымал камни, строил, в итоге ему там ничего не заплатили, и там, как бы, очень обиделся и начал затапливать поля Трои. То есть, да, стал пропадать урожай и так далее. Мы знаем также, что Трое, Троянский конь, проходило через Троянские земли две реки. Значит, одну называли, предположительно, Симаис, вторую называли Скамандр. Ну, могу ошибаться. Но, скорее всего, что вот это Скамандр, потому что, по описаниям, она, скорее всего, что ближе находилась. Обе реки протекали через одну долину, то есть, видите, одна долина. Ближе к морю, ближе к городу, точнее, ближе к городу, впадали в море. По описаниям, Троя находилась между двух рек этих. Хорошо. Если я прав, то вот здесь, вот между этой и этой рекой, то есть, Симаис и Скамандр, должен находиться город Троя. И размер его должен быть таков, чтобы он мог удержать 10 лет осады. Кроме всего этого, город должен иметь двое ворот. Одни из них должны выходить к морю. Хорошо, смотрим. Вот, пожалуйста. У нас одна река, у нас вторая река. Между этих двух рек, как вы видите, очертания очень интересных стен. Вот одна стена, вот вторая, вот угол один, угол второй. Тут, кстати, даже башни видны. Размер вот этого города, древнего, который, кстати, сейчас по какой-то причине, он, в принципе, даже не исследуется, им никто и не занимается. Вот его размер приблизительно там 4 на 3 километра. Я думаю, что такой город, наверное, осаду бы выдержал бы 10-летнюю. Вот, хорошо. Если, ну, скажем, вот это я нашел Трою, да, своим картографическим методом, ну, как это не мой, это придумали еще до меня, как бы этот картографический метод. То есть, люди изображали среду своего обитания. То есть, они жили, и очень хорошо все вот эти места, и все эти условные рельефы знали. Хорошо, если вот это настоящее Троя, да, то что нашел Шлиман? Ну, как вам сказать? Дело в том, что, ну, 120 на 120 метров, это не совсем большой город, и по описанию вряд ли его могли 10 лет в осаде держать, там, 30 тысяч человек, да. Вот. Я так думаю, что все-таки, ну, причина всему этому, как бы, когда человек начал свою деятельность в России, я, насколько я помню, да, он перебрался в Европу, в Турцию, женился на гречанке, вот. И вот он решил, может быть, прославиться. Может быть, у него действительно некое было увлечение с детства, которым он шел всю свою жизнь, да. То есть есть такое, как бы, момент у человека. Ну, он пришел, не знаю, там, в поле, тыкнул в первый попавшийся турецкий аул, начал раскапывать его, объявил его Троей, вот, произошел некий ажиотаж, пресса, там, и так далее. Вот. Долгое время копал-копал, в итоге ничего, кроме горшков, не нашел. Вот. Ну, вы должны также учитывать один факт. Дело в том, что он был не только знатоком Шлемана Гомеровской Трои, но он еще также являлся довольно-таки неплохим коллекционером античности своего времени. И я вам скажу, что, скорее всего, что он мог просто сфабриковать эти все материалы. Как показали современные исследования, вот, насколько я вот читаю, там, интернет-статей и так далее, все найденные материалы Шлеманом, они относятся к разному периоду времени, и не могут никак быть найдены в одном месте. Ну, все заявляют, что это клад приама. Хорошо, ну, как его нашли? Со слов Шлемана, в неизвестный день, неизвестно когда, вот, ну, в одном месяце, там, в мае, по-моему, могу ошибаться, его, он опускает всех своих рабочих, берет жену и лопату, кирку, идут копать, находят клад, очень странным образом его вывозят, вот, объявляют его кладом прямо, и очень быстро бросают эти все раскопки. Хорошо, замечательно, ну, человек прославился, молодец, умничка. А теперь объясните мне одну ситуацию. Дело в том, что, по данным того времени, по, ну, это было несколько скандалов, связанных с репортерами, значит, когда его задали вопрос, как вы могли найти клад вместе со своей женой, если ваша жена в это время находилась на похоронах в Греции своего папы, то есть она физически не могла там быть. Ну, что Шлеман заявил? Вы знаете, я очень хотел, чтобы моя жена купалась в славе, в моей, и, то есть она так же прославилась. Ну, все как-то проживали эту тему, ладно, материалы есть, золотое есть, люди ведутся на это. То есть чем богаче там клад, там, чем больше находка, то есть, естественно, люди начинают верить. Хорошо, представим себе такую ситуацию. Дело в том, что, ну, даже можно не представлять особо, это уже доказанный факт, Шлеман до того, как стал вывозить все эти найденные якобы сокровища, по всей Европе, по Турции, искал специалистов, владеющих старинными способами производства ювелирных изделий, и он, будучи миллионером того времени, договаривался с ними на очень интересных и определенных условиях. Вы знаете, я даже не удивлюсь, кстати, это можно проверить. Дело в том, что, когда Шлеман был посредником между банками и старателями золота, то есть он, по-моему, где-то в Канаде или в Америке, я не удивлюсь, если вот эти все изделия сделаны как раз вот из того золота, и никак не с территории Турции, потому что по своему техническому составу и по пробе они будут отличаться, и будут очень сильно отличаться от привычного золота с этой территории. Но не это важно, как бы. Когда Шлеман привез это все золото, поднялся ажиотаж какой-то. Естественно, условия были договора с мастерами таковы, что не нужно было ему ставить никаких клейм, штампов, печать и так далее. Шлеман прославился, и как-то вот он решил вернуться в Россию, на что, по-моему, Александр Второй заявил, говорит, вы можете при... Да, пускай приезжает, мы его повесим. Вот насколько человек насолил государство России, что его хотели повесить в России за мошенничество. А верить вам, не верить в том, что вот это, например, город Трое настоящий, что это действительно Троянский конь, что это действительно Посейдон, решать вам. Я лишь только выдвинул свою версию, которая в итоге подтвердилась. Если бы я был не прав, то мы бы с вами вот здесь не увидели ничего. То есть мы бы просто увидели вот такие же волны, никаких заборов, никаких стен, мы бы ничего не увидели. То есть было бы пустое место. И я бы сказал, вы знаете, я, наверное, не прав. Но поскольку я увидел здесь город, то есть вот они углы, вот он второй угол, вот они стены, вот она еще стена, вот еще стена. Вот одни ворота, которые ведут у нас к реке, где тут младший Прям гонял лошади, и в итоге его там убили. И вот вторые ворота, на которых сидел у нас царь Прям и смотрел на, скажем, здесь вот какой-то лагерь ахейцев. А что касается троянского коня, то есть сделали деревянное сооружение, корабли, естественно, уплыли куда-то. А греки, представьте себе ситуацию, люди, вау, закончилась блокада. Они выходят из крепости, начинают воины разбредаться по своим аулам и так далее, возвращаться. То есть здесь военных практически не остается. Часть людей выходит на берег. Что в это время происходит? В троянском коне, предположим, это было к вечеру, спрятались... Это троянский конь. Это действительно троянский конь, но он не деревянный, как вы видите. В нем, может быть, где-то здесь, где плохо видно, спрятались ахейцы. Когда настала ночь, они просто пробрались в город, который уже не охранялся практически, и сделали там свое дело. Город большой. Ребята, я думаю, вы считаете, что я трепаюсь. Наверное, да. Это может быть один единственный способ донести до вас, достучаться. Потому что все-таки школьная программа, заложенная в голове, она не всегда правильная, как вы видите. И вот эти постоянные матрицы в голове. То есть, знаете, из принципа, да, он не хороший, но наш президент, ну, приблизительно такое. То есть, вот эти вот все психологические, логические ошибки вам не дают думать совершенно по-новому. Вот. Это я этим и хотел с вами поделиться. А то, что касается у нас страны гипербореи, да, давайте я вам просто поподробнее расскажу. кусочек еще захвачу. То есть, у нас вот есть горячий источник, у нас есть Рея, вот она, пожалуйста, Рея, да. Аполлон, который там рядом находится, немножко мы его промотаем. То есть, да, вот он Зевс, вот это Аполлон, а нет, это Посейдон, вот он Аполлон. Вот. И вот он, каждый 19 лет стремился к Рее, да, то есть, к богине. То есть, вот он Аполлон, он стремился у нас к Рее. вот страну. То есть, они не совсем понимали, что он там находится, допустим, более прямо. Они считали, что он немножко вот как-то закруглено. И, естественно, он стремился. Вот и все, все объяснения. А то, что касается, давайте я сейчас посмотрю, более точно расскажу даже, как разберем с вами правильность перевода. Насколько был правильно переведен вообще у нас понятие гипербореи. Такая вот именно интересная статья тоже. гиперборея. За Бореем, за Северным Ветром. А вы вообще уверены, что он так правильно переводится? Смотрите, я вам предлагаю такой вариант. Гипер, Бог, дальше, Богиня, Божественная, Рея, очень быстрая Рея. То есть, вот, пожалуйста, такой вариант перевода. А почему Бог? Объясняю, спаси, Бо, не за что тебя спасать, спаси, Бог. То есть, это форма скифа сармадская, я бы сказал, она с нашей территории и довольно-таки давно используется во многих языках. То есть, некая вот форма такая. Вот, это просто неправильный перевод. Ну, кроме всего этого, я вам еще один момент расскажу. Дело в том, что у Зевса было двое детей. Один ребенок это Артемида, второй Аполлон. Но также есть и жена. Дело в том, что жена его, богиня Лето, она не могла долгое время разродиться, поскольку богиня Гера, это богиня Земли, если вы знаете, она не давала ей возможности и земли, где родить детей. Поэтому женщины Гипербореи помогли ей родить и дали ей место для рождения. Замечательно. Но дело в том, что богиня Лето она-то посещала Гипербореи и причем на колеснице запряженной белыми лебедями. Вот, а теперь задумайтесь. Все с одной территории. Пожалуйста, Гипербореи, пожалуйста, у нас Троянский конь, более поздний период времени. И мы с вами имеем одну определенную территорию. И мы с вами имеем Шлимана, который наживился, поднял свой капитал 10 раз, насколько я помню, и стал довольно-таки состоятельным человеком. На этом я заканчиваю свою лекцию. Если у кого какие-то вопросы возникнут, пишите в комментариях, я вам отвечу. На этом спасибо. До свидания. До свидания.